Друзья, всем привет! С вами Леся. Девочки просили показывать детское тоже. Буду показывать, если не буду забывать. Значит, купили вот такую вот мамочку Лили. Так, поправить. Большую мамочку. У нас очень много таких деток Лили, а это большая пухленькая мамочка у нас была. Но в поездке она была травмирована. В общем, ребенку стало плохо в машине. И ее стошнило. И поэтому мама была выкинута, потому что постирать срочно нам не было. В общем, мы пообещали новую. И вот уже мы ей купили новую. Такую вот в пальтишке. Так что вот так вот. Нравятся вам такие? Басики это папочки, а Лили это мамочки. Всем привет! Сегодня у нас 20 августа, и мы решили заказать пиццу Папа Джонс. Это моя любимая пицца. Так что сегодня у нас вечер пиццы и просмотров фильмов. Вот такую штучку муж заказал. Говорит, это называется сырные палочки. И вот такие вот половинки. Всегда заказываем папирони, потому что дочка есть только папирони. Будем сейчас вкусненько кушать. Друзья, всем привет! У нас сегодня 21 августа. Из рубрики Леся готовит. Девочки, не буду показывать вам каждый прием пищи. Иногда это что-то максимально, ну, обычное там. Либо очень тороплюсь и так далее. Буду выборочно показывать. Рубрика Леся готовит. Значит, я запекла вот такую вот курочку. Смотрите, какая она аппетитная. Даже это цыпленок было написано. Значит, как я ее запекаю? Обязательно мою. Поливаю подсуночным маслом. Если не полить, она будет более суховатая и к ней плохо пристают приправы. Я посыпаю солью, перцем, хмели-сунели, мускатный орех, карри обязательно. Чеснок, молотый. Ну, в общем, вы можете посыпать просто своими самыми любимыми приправами, травами, даже так вот можно сказать. И, в общем, просто запекаю в духовке вот такую вот целенькую, зажаристую, аппетитную, с корочкой курочку. Еще сделала пюре. И сделала вот такую вот помидорку. Здесь две помидорки, мелко нарезанный лук, соль, перец, подсолнечное масло. И просто вот так вот такая вот помидорка получилась. буду сейчас подавать, кушать. По-моему, вкусненько выглядит. Вот так вот это выглядит. Я думаю, максимально просто, и все вы такое умеете готовить. Поэтому прям какие-то уроки кулинарии я вам дать не смогу. Мне нужно просто, вкусно и быстро. Ну, относительно быстро. Потому что я готовлю очень много за день. Бывает что-то прям совсем простое, типа яичница, или там, не знаю, спагетти сварить с чем-то. Но бывает что-то, конечно, стараюсь замудрить. Не всегда это удачно получается. В общем, из-за того, что я много готовлю, как минимум два раза в день, порой у каждого разное блюдо, такое тоже бывает, дочки там, да. Мне нужно что-то простое. Какие-то, знаете, стояния у плиты по полдня, а это чересчур. Но все равно стою много у плиты. Как минимум часа два-три в день. Это да. Ну, ладно, я уже привыкла. В любом случае мы любим свежеприготовленную пищу, вкусненькое что-нибудь. Так, смотрите, пюре у меня. Соль добавлена, масло сливочное. Вы видите здесь, наверное, какие-то травы, потому что я использовала сливочное масло, которое мы покупали там, где травки всякие. Поэтому вот так оно выглядит. Ну, помидорка и ножка. Показываю на примере мужа, потому что у него как-то это выглядит красиво. Потому что я себе буду сейчас хребетик ложить. Я обожаю хребетик есть, косточки обгрызать. Так что вот такой вот у нас будет прием пищи. Из рубрики «Мама готовит» показываю, что у нас на ужин. У дочки там своя еда. Значит, показываю, что я сделала для нас с мужем. Это ребрышки я вам уже показывала. Покупаю в маринаде, просто достала и запек. Также рядышком я запекла картошечку. Как делаю? Просто картошку. Опять же, любимые ваши приправы у меня. Соль, перец, карри, хмели-сунели. В общем, что вам нравится, добавляйте и майонез. Благодаря тому, что добавляется майонез, картошка становится очень мягкой, до того, что аж распадается. Мне такая нравится. И опять же, сделала помидорку, как в прошлый раз, очень понравилась. Только в этот раз здесь два вида помидор. Также есть еще обычный помидор, большой, и черри. Так что вот такой вот у нас ужин. По-моему, очень даже аппетитно выглядит. Мы такое любим, вкусненько. Вот у меня картошечка более мягкая, распавшаяся. И у меня немножко побольше помидорки, потому что я просто люблю помидор. И вот такие вот ребрышка. Такой у нас сегодня ужин будет. Друзья, смотрите, вот упаковала хайлайтер Бобби Браун. После видео с расхламлением решила, попробую-ка я его сфотографировать и выставить на Авито. У меня аккаунт Авито есть, да? Думаю, не буду большую цену. Посмотрела, сколько они там стоят. Новые, БУ, да? Думаю, ну не буду сильно большую цену ставить. Мне так, чтобы меня сразу забрали. И, в общем, я про него забыла. Выставила его за 900 рублей. Мне сразу написала девушка, за 500 отдадите. Я пишу нет, за 500 нет. Потому что, ну, 500 что это? Я за них ничего не куплю. И мне проще тогда уж кому-то отдать, чем морочиться там, упаковывать, идти доставлять. Все-таки, если я уже выставила на продажу, то должна хоть что-то получить, чтобы я могла, да, в ответ себя хоть чем-то порадовать. И, ну, сами понимаете, хайлайтер этот был использован там, ну, буквально пару-тройку раз. И я пишу ей, могу за 700 отдать, но это крайне, да? То есть могу снизить цену за 700. Она говорит, ну, давайте. В общем, я его упаковала и завтра отнесу на доставку. В общем, мой вот этот вот хайлайтер расхламленный от Бобби Браун я продам за 700 рублей. Так что вот так вот. Небольшая сумма, но даже меньше половины, чем я за него дала. Ну, по крайней мере, хоть что-то. Что-то за эти деньги я могу хоть что-то купить. Минимальное, но все-таки. Так что вот так вот. Выглянула в окно и посмотрите, какая красота. Небо просто невероятное. Какое-то розовое. Так красиво, так красиво на фоне Москвы, на фоне этих вечерних огней. Это очень красиво смотрится. Потрясающе просто. Очень красиво. Полюбуйтесь и вы.